Сегодня общение с руководством Красноярской краевой полиции будет проходить в необычном формате. Сначала нас всех ждет построение, инструктаж и стрельба из боевого оружия. И только после этого в неформальной обстановке начальник полиции ответит на вопросы журналистов. И вы продолжаете вести огонь дальше. Никакой самодеятельности здесь не надо. После того, как инструктаж пройден, слушаем технику безопасности и получаем боеприпасы. Затем вместе с полицейскими переходим к выполнению упражнений. Условия для всех одинаковые. Первым делом нужно метнуть учебную гранату и попасть в указанный квадрат. С первой задачей закономерно лучше справляются офицеры. Затем все переходят на огневой рубеж. Попасть нужно в мишень с расстояния 100 метров из положения лежа. Идем к мишеням. Будем смотреть результаты своих выстрелов, своей стрельбы. Будем надеяться, что зачет сдали. Для этого нужно трижды попасть в мишень. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять. Десять. Отлично. Зачет. За выполнением упражнений внимательно следят офицеры полиции. Руководитель стрельб полковник Андрей Туркин подготовку журналистов оценил снисходительно. Большего от нас никто не ожидал. У всех навыки разные. Ну и это не мудрено, потому что для того, чтобы выполнить данное упражнение комплексное, метнуть гранату и отстреляться на 100 метров, здесь необходимы какие-то навыки, которые совершенствуются постоянно. У кого-то получилось, у кого-то нет. Ну, надо к этому стремиться. После стрельбы представителей СМИ свои навыки показал руководитель краевой полиции и его заместители. К себе генерал-лейтенант Ричицкий оказался не менее требовательным, чем к своим подчиненным. Удовлетворительную оценку точно можно себе поставить. Вы довольны? Пока нет. Ну, первый блин всегда кумом. Надо пристрелять оружие. Встреча журналистов с руководством полиции впервые проходит в неформальной обстановке, а не в кабинетном формате. После стрельб чаебитие. Но вопросы все равно исключительно по делу. Если раньше практически в каждом подразделении, в уголовном розыске, в УНК, в следствии, были созданы специализированные подразделения, которые занимались и документированием, и расследованием преступлений, то теперь будет создано целое подразделение ГУВД, которое будет заниматься только данным видом преступлений. По каждому такому случаю происшествия проводится служебная проверка, и при установлении фактов принимается решение о увольнении сотрудника по дискретирующим обстоятельствам. Что касается этого случая, ну, хочу сказать, знаете, каждый там яму себе копает. По закону там все ответят. Мы уже 4 месяца несем службу в особых условиях, за пределами Красноярского края. Там находится мой заместитель, генерал Тавьялов, и мы выполняем соответствующие задачи с потерями, с риском для жизни. Завтра, 10 ноября, в России отмечают День полиции. В Краевой филармонии пройдет концерт. Правда, обещают, что в этом году празднования не будут пышными. Павел Горшанов, Андрей Ткачук, Новости Прима.